Об инвестиционном потенциале нашей страны можно судить уже по тому, насколько широк диапазон наших разработок от недр до космоса. Судите сами. Солигорские шахтеры опускаются на километр вниз, а космонавт Олег Новицкий готовится взлететь на 30 километров вверх. На уходящей неделе экипаж с позывным «Казбек» успешно сдал экзамены, и авторитетная комиссия приняла решение. В этом составе плановый старт возможен. Хотя не обошлось и без нештатной ситуации. За подготовкой экспедиции на МКС продолжает внимательно следить наш собственный корреспондент Светлана Корульская. Сегодня первый день комплексных тренировок. Еще на прошлой неделе я аккредитовалась на эти экзамены как журналист. Мужу, помня, как в прошлый раз он был против того, чтобы я присутствовала там, ничего об этом решила не говорить. Пока. Как я и предполагала, он снова против. Так что не буду его нервировать. И не пойду. Это, пожалуй, единственный случай, когда ограничения на профессиональную деятельность журналист и жена космонавта Юлия Новицкая понимает и принимает. Два дня комплексных экзаменов. Результат всей предполетной подготовки «Казбеков» и допуск к новому старту. В этом космическом ВУЗе сессия всегда особенная, без права на ошибку и без возможности пересдачи. Приемная комиссия, билеты и никаких шпаргалок. Мы не знаем, какой билет мы вытащили, но все нештабные ситуации, по крайней мере, которые происходили, не могут произойти на станции. Мы уже отработали, вопросов не возникало. Поэтому, думаю, что бы хорошо. Как и «Космос» один на всех, так и на экзамене для экипажа одно общее задание. Невесомости может произойти до 700 нештатных ситуаций. От пожара и разгерметизации до выброса отравляющих веществ и полного отказа техники. Справиться со всем этим на тренажере российского сегмента международной станции и на макете корабля «Союз» входит в задачи основного и дублирующего экипажей. Космическое пожелание удачи. И «Казбеки» начинают тренировку. В этой маленькой комнате, полной мониторов, проводов, измерительных приборов и решается судьба космонавтов. О том, что именно пойдет не так на экзамене, они не знают до последнего. Для экипажа это типовой рабочий день. Вначале, как и положено, видеоконференция с Центрами управления полетами в Королеве и Хьюстоне решение ежедневных задач. Но именно в это время и создается нештатная ситуация. Проще говоря, в макете МКС или корабля «Союз» что-то ломают. А космонавты должны это не только обнаружить, но и починить. Но первая нештатная ситуация оказалась совсем не связанной с космосом. Сложно там попросить. Здесь тома испачкался немного. На одной панели, на второй плоскости какая-то липкая масса была. Можно каким-то спиртом протереть, чем без. Хорошо, передадим информацию. Поскольку этот день на МКС хоть и экзаменационный, но все-таки тренировочный, гигиеническими комплектами для космонавтов станцию не загружает. Поэтому помощь пришла с условной земли. Астронавты европейского агентства француза Тома Песке, а он, кстати, впервые летит на орбиту, спасали русским спиртом. Применили, конечно, наружно. Со всеми другими нештатными ситуациями Казбекина отлично справились сами. Было и ложное срабатывание датчика дыма в служебном модуле и разгерметизация функционально-грузового блока российского сегмента станции и отказ системы кислородообеспечения. Отличный экипаж. У них, ну вот, что я могу отметить, у них очень хорошие человеческие отношения в команде. То есть они сами по себе люди очень открытые, очень яркие, каждый из них. И экипаж получился очень слаженный, очень хороший и очень яркий. То есть все у них будет здорово. День второй. Тренировка на макете корабля «Союз». Экипаж в полной экипировке. Скафандры «Сокол» весят 12 килограммов, но эта ноша, похоже, не тянет. Хорошее настроение и шутки – признак того, что ночью ничего доучивать не пришлось. Я набрался всегда в крайний билет слева. Вот так. Не знаю, просто так пошло сейчас момент дублирования. У нас постоянно выбрали его билет. Вот так оно и осталось. Тренировка в «Союзе» – полный цикл движения корабля от выведения на орбиту до возвращения на Землю. Это стартовый день в точной копии. От очередности посадки экипажа, командир Новицкий заходит последним, до детальнейшей проверки всех параметров корабля. «Союз» – модификация МС, что означает модернизированная система, только в третий раз повезет космонавтов в Международной космической станции. В первый раз «Беларусь» стартовал на корабле серии «ТМА» – транспортном, модифицированном, антропометрическом. Поэтому нынешний полет все еще считается испытательным. Очень много отличий. Дело в том, что были произведены существенные доработки именно в плане электроники, то есть новые системы измерения дальности на этапе сближения. В целом новая система позиционирования корабля, то есть использование системы GPS и GLONASS. Около двух часов предполетной подготовки корабля. Команда «Старт» – 9 минут, точнее 525 секунд до орбиты и… «Казбек, я 16-й третий, поздравляю вас с успешным заведением и передаю на управление ЦУКу Москвы». Тренировочный старт и посадку «Казбека» комплексная комиссия оценила на отлично. Это значит, что состав основного экипажа до 18 ноября, на этот день намечен реальный запуск ракеты-носителя, скорее всего не изменится. Уже во вторник и основной дублирующий экипаж отправится специальным бортом на Байконур. И это тоже будет испытанием для Лего Новицкого. Боевой летчик как-то рассказал по секрету, что побаивается летать на самолете, когда сам не за штурвалом. Но и этот экзамен, и все другие, он готов сдавать тысячи раз, ради заветной для всех космонавтов команды «Ключ на старт». Светлана Карминская, Светлана Четаль, Конкур «Звездный городок».